Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим и соберем нашу фритюрницу RoboFryBoxOne. Я покажу в каком виде она приходит, как собирается, как моется и все тонкости работы с ней. Итак, приходит наша фритюрница вот в таком коробе, который соответственно нам нужно открыть. Здесь вот очень много саморезов. Для этого нам понадобится шуруповерт. Начнем откручивать по очереди, убирая саморезы. Снимаем крышку. Здесь сразу видим, у нас лежит паспорт оборудования со всеми инструкциями и руководством по пользованию. Дальше снимаем еще одну крышку. У нас получается такой короб. Вот в таком виде он будет приезжать к вам. Коробочки у нас тщательно упакованы в пленку наша фритюрница. Ножничками надрезаем, срезаем все лишнее. Давайте посмотрим, что же там внутри. Открываем. Здесь тоже все тщательно упаковано. Нам нужно освободить все это от пленочки. Смотрите, она здесь приклеена на утяжку такую сделана. Ее нам нужно аккуратненько срезать. Убираем. Здесь у нас получается такая корзиночка для залива масла. Здесь у нас корзина для продуктов, в которой собственно и будет происходить жарко. Вот здесь внутри этой корзиночки мы видим еще один сверточек. Посмотрим, что же это. Здесь у нас ножки, как я вижу. И специальный жировый ловитель. В комплекте у нас четыре ножки. Четыре вот таких шайбочки. Так, дальше у нас тут есть специальный шланг для слива масла. Вот такой шлангчик. Дальше здесь у нас с вами фильтра. Достаем фильтра. Здесь вот кассета специальная. Здесь у нас бумажный фильтр вставлен. И вот такой угольный фильтр. Вот. Эта кассета сделана такая тоже из нержавейки. Здесь написано угольный сверху, бумажный снизу. Также на фильтрах есть направление воздушного потока на стрелочку. Какой частью его нужно вставлять. То есть вставляем. У нас получается вот такая кассета для фильтрации. Далее вынимаем. Это у нас жироуловитель. Он сделан как классическая вытяжка, но в миниатюрном варианте. Вот такая вытяжка у нас получается есть. Так, руку тоже вставляем вниз. Как я говорил, такое корыто. Вот. Это все, что вы получаете, собственно, при покупке нашей фритюрницы. А сейчас мы расскажем, как это все собрать в единое целое. Давайте начнем с ножек. Закрываем фритюрницу. И вам понадобится помощь еще одного человека. Итак, мы его перевернули. Нам понадобится еще раз вот такая шайбочка. Она идет в комплекте. И ножка. Прикладываем шайбочку вот сюда. И накручиваем ножку. Ножку. И повторяем это со всеми остальными. И переворачиваем его обратно. Далее нам нужно все собрать, чтобы это было едином варианте. Первым делом мы вставляем вот тут нашу ванну жарочную. Обратите внимание, здесь вот есть надписи минимум, максимум. Это нам понадобится потом при заливке масла. Мы вставляем его сюда. То есть он просто вставляется за вот эти вот направляющие. Чтобы он у вас вперед-назад не ездил, здесь вот есть такие направляющие. Дальше нам нужно опустить тены. Если мы будем просто опускать, у нас ничего не получится, потому что они зафиксированы. С левой стороны двери у нас есть вот такой вот рычажочек. Мы приподнимаем немного тены, опускаем его вниз. И только тогда наши тены опустятся. Далее нам нужно установить корзину. Корзина у нас устанавливается. Вот есть специальная прорезь. Такая направляющая. Вот. В которую мы вставляем корзинку. Дальше мы вставляем первым делом на жироуловитель наш. Смотрите. Он вставляется тоже только в одном положении. Допустим, обратной стороной у вас не получится его вставить. То есть у вас будет вот что-то в этом роде. Поэтому только с широкой стороной к стенке. К задней стенке. И далее мы устанавливаем нашу кассету из двух фильтров. Вот. Бумажным фильтром вниз. Этот шланг нам понадобится при утилизации масла. Он у нас накручивается вот на вот этот съемный кран. Таким образом он накручивается. И чтобы нам не переворачивать, собственно, нашу ванну, можно открыть кран и слить масло на утилизацию. Хранится он может вот в этой части двери. Дальше мы закрываем. И нам нужно установить вот такой маслозащитный экран. Он устанавливается элементарно. Вот таким образом. Просто вставляется. Здесь вот есть тоже вот такие насечечки, которые просто вот так вставляются. Наш фритюр собран. Да, кстати, важный момент. Розетка здесь нужна. Она уже идет в комплекте. Для мойки данного аппарата вам потребуется в первую очередь выключить его и дождаться, пока масло внутри остынет. Первым делом ежедневной мойке у нас подвергается вот эта часть. Здесь можно снять отдельно вот эту корзинку. Вот эту корзинку. Мы можем ее мыть в течение дня, либо в конце дня. Дальше мы можем снять вот эту дверь тоже. Ее мы моем тоже в конце рабочей смены. Ну и вот эту часть тоже снимаем и моем. Это что касается ежедневной мойки. Вставляется это все элементарно. Здесь есть вот такие направляющие. И вот здесь у нас с вами вот такие направляющие. Под прямым углом надеваем их и чуть-чуть на себя. И опускаем. Наша дверка готова. Дальше вот эта часть корзина для продуктов. Тоже здесь есть вот такие направляющие. А здесь есть вот такие выступы. Мы должны ими попасть в наши направляющие. Под них. И упереть до упора. Все. Наша дверь готова. Для того, для еженедельного обслуживания, да, так скажем, для замены масла, мы делаем все то же самое, что в первой части. Но плюс этого, опять же, на остывшее масло мы моем на жироуловитель. Его можно мыть в посудомоечной машине любыми жироудаляющими средствами. Можно не супер сильными, там, не шуманитом и еще какими-то щелочными средствами. Дальше убираем корзинку. Соответственно, ее тоже можно мыть в посудомоечной машине, либо какими-то жироудаляющими веществами не щелочными. Далее нам нужно опять же поднять наш тен. Вот он поднялся, мы его зафиксировали. Далее мы сливаем масло на утилизацию. Выдвигаем нашу ванну. Соответственно, ванну мы также моем жироудаляющими средствами. Если того требует аппарат, стеночки, дно, мы тоже промываем хорошо с моющим средством. Ну и собираем все после мойки. Соответственно, собираем все в обратном порядке и заливаем масло. Продолжение следует... Продолжение следует...